Тема сегодняшнего занятия Гавринский метод принципиальных переговоров, хотя это находится за пределами медиации, но вместе с тем понимание основной концепции этого метода позволяет лучше прочувствовать базовую модель медиации, ориентированную на решение проблем. Гавринский метод принципиальных переговоров и Гавринские школы были предприняты 1,35 назад. Сейчас, по созданию на 10 лет назад, по оценкам самих специалистов, которые поддерживают в Гарвардском университете, в мире насчитывается примерно 10 тысяч школ, продвигающих Гарвардский метод переговоров. Но на момент, когда Роджер Фишер и Уильям Юрий подключились к проблеме урегулирования международного конфликта между Египтом и Израилем, не было таких переговоров в школах, не было самого метода, были разрозненные концепции, и в целом переговорная деятельность рассматривалась как искусство отдельных личностей. Впоследствии Дэнни Эртелл сформулировал это ситуационным подходом к переговорам. Ситуационный, когда дело зависит от ситуации и от личных качеств договаривающихся сторон. Впоследствии Дэнни Эртелл различает индустриальный подход к переговорам, предполагающий наличие регламентов, корпоративного опыта, разделяемых целей, таким образом, чтобы в случае, если кто-то из сотрудников уходит из компании, тем не менее, корпоративный опыт остается внутри компании. Это потребность сегодняшнего дня и нашего сложного мира, который очень сильно зависит от коммуникации. Не случайно Уильям Юрий, здесь вы видите его справа, вот этот молодой человек, на момент, когда он познакомился с Роджером Фишером, ему было 25 лет. Уильям Юрий различает существующие модели управления, как сетевые, в отличие от традиционных и иерархических. Традиционные и иерархические модели предполагали, что у нас есть немногие, отдающие приказы сверху, и далее по этой пирамиде приказы идут вниз. Чем такая пирамида не соответствует реалиям сегодняшнего дня? Тем, что у нас стали доступны сети. Вот эти массовые коммуникаторы, социальные сети, они пронизывают всю нашу жизнь, и это стало частью нашей реальности. Заметим, что традиционные иерархические структуры сейчас испытывают довольно сильное воздействие со стороны общества. Берем образовательную систему. Вы наверняка можете перечислить ряд противоречий внутри этой системы. Противоречия и в целом конфликт, я сейчас вам схорулирую. Смотрите, система всегда предполагается, что там есть элементы. Допустим, элемент первый, элемент второй, и между ними связи. Элемент третий. Они между собой связаны. Вот это простейшая система. При этом всегда свойства самой системы, это больше, чем сумма свойств отдельных ее слагаемых. Появляются специфические свойства системы. Например, общество. Это больше, чем психологический портрет личности, самих по себе. Проблемой общества изучает социология. Есть понятие социальный институт. Это нечто, что имеет цели, ресурсы, разделяемые роли, определенные структуру иерархии. Он стремится себя укрепить. Вот это социальный институт. Вот определение социального института хорошо подходит судебная система. В судебной системе Российской Федерации это очень сильно жесткая иерархическая структура. Почему я заговорил о системах? На примере систем легко объяснить, в чем заключается конфликт. Допустим, здесь дается команда. Выполнить немедленно, ставлю восклицательный знак. Одновременно в другом элементе ни в коем случае не выполнять. Такое было в ряде случаев, когда возникали корпоративные споры. Выходит, что система не может работать. Все преимущества взаимодействия. Система для чего нужна? Это организация или, скажем, министерство, которое курирует вопросы образования. С тем, чтобы обеспечить потребности общества, фундаментальные потребности общества. Подготовка молодежи, социализация, обучение, воспитание и так далее. Если внутри системы возникают вот такие противоречивые команды, то в результате ее производительность сводится на нет, блокируется. Вот это и есть конфликтная ситуация. Видите, как просто, да? Вы сами можете привести примеры из вашей сферы деятельности, когда, например, вам говорят выполнить, но при этом вас не избеспечивают ресурсами. У вас недостаточно времени, недостаточно кадрового обеспечения. Или какие-то противоречия есть на уровне инструкций, приказов. Это пример конфликта, уважаемые коллеги. Вот это и есть пример конфликта. А в целом система, поскольку в системе действует на такое правило, 1 плюс 1 больше, чем 2. Это правило называется синергия. Мы для того и собираемся вместе, чтобы совместно решать какую-то важную проблему. Чем всегда корпорация? Говорят, Бог придумал колесо, огонь и корпорация. Вот объединение граждан всегда дает, когда оно эффективно построено, синергийный эффект. Бывает обратный эффект. Эмиджентное взаимодействие в целом, это взаимодействие отдельных элементов системы. Когда 1 плюс 1 равно 0, или близко к 0. Фактически получается противодействие. Истец стремится что-то изыскать, а отвечик также интенсивно противодействует. То есть, полноценное производство блокируется. Или, скажем, супруги. Разные представления о том, как воспитывать ребенка. В результате острый конфликт в семье. Отношение к родителям. И так далее. Конфликт, по-моему, пронизывает всю жизнь. Заметьте, вот это определение конфликта, которое я сформулировал, оно не предполагает наличие сторон спора. И конфликт может быть внутри самого индивида. Между хочу и могу, например. Или, что там еще. Мне бы хотелось это сделать, но социальные нормы меня сковывают. И так далее. Таких примеров много внутри личности. Или я готов пойти работать, но мне неохота, не хватает решительности. И так далее. У нас таких конфликтов множество в нашей жизни. Опытные люди со стороны иногда эксплуатируют наши, как это сказать, мечты, вот эти грезы. Я имею ввиду потребительский кредит. Так работают мошенники, которые знают человеческие противоречия, недостатки. И стараются на них каким-то образом со своей пользой использовать. И так, основное определение конфликта мы сегодня с вами повторили. У нас вчера были еще базовые понятия. Это структурные элементы конфликтанта. Как минимум две стороны. Оставим внутри личности конфликта. Это поле деятельности для психологов. Пока, да. Мы говорим, когда есть у нас межличностный конфликт. В этом случае могут конфликтовать как индивиды отдельные, так и группы. Может конфликтовать индивид с группой. Как, например, в школе. Когда происходит коллективная травля одного ученика. Мобик, так называемый. Или буллинг. Мы завтра это явление более подробно рассмотрим. Может быть, конфликт вызван нехваткой ресурсов. Конфликтом между пониманием своего места, ролей. Неправильное понимание цели. Неправильное представление ситуации. При этом люди взаимодействуют открыто. Это находится на уровне над ватерлинией, как мы говорили. Но ватерлиния захватывает 10% айсберга. Между тем есть то, что скрыто под водой, под ватерлинией. И вот это называется переговорное подуровне. Можно взаимодействовать как вербальным, так и невербальным образом. Медиатору опытному необходимо понимать не только, что сказано за столом переговоров, но и то, что не сказано. Постараться догадаться. И вот эти переговорные подуровни, которые находятся ниже ватерлинии, необходимо извлечь с тем, чтобы обсудить. Постараться выработать решение не на основе позиции. Позиции – это проблема. Зачастую позиции, как мы уже говорили, они противоборствующие. Постараться вместо атаки на вас переродить в атаку на проблему. С тем, чтобы найти общие или комплементарные взаимодополняющие интересы. Интересы – это возможности, позиции – это проблемы. Давайте мы опять к гарвардскому методу перейдем. После такого небольшого вступления мы готовы. Сначала небольшой тест, уважаемые коллеги. Какой стиль переговоров вам больше по душе? Мягкий или жесткий? Например, вы слышали такое понятие «конфликтная личность», да? Женщина заводится с полуоборота, реагирует часто неадекватно, даже на нейтральные высказывания, ищет во всем подвох. В отличие от этого, есть многие, по-моему, женщины. В целом, Уильям Юрий называют женщин природными медиаторами. Я согласен во многом, да. Исследования показывают, что у женщин очень хорошо развита часть головного мозга, которая включается коммуникацией. Женщина может параллельно вести несколько дел, в отличие от мужчин. Поэтому, да, и женщина лучше понимает социальную ситуацию, чем мужчина. Вот этот необходимый потенциал, можно реализовать эти преимущества. Значить упорной тренировки. Так вот, часто женщины говорят, я придерживаюсь мягкого стиля переговоров, я прекрасно вступаю в контакт с другими людьми и стараюсь избегать конфликтов. Конфликты всегда ассоциируются как недостаток, как зло. Хотя о положительной функции конфликта мы еще поговорим и не раз. Итак, что такое мягкий стиль? Рассматривают участники друзья, цель согласия, ради сохранения нужно идти на уступки, быть мягким по отношению к людям и к проблеме. Импонирует это вам, хорошо? Мпонирует, но как практика показывает, что в основном, конечно, более к результату именно приходит по жесткому меру. Жесткий стиль, да? Сниженый стиль. Здесь не случайно, видите, код Леопольд, вы узнали, да? А здесь полицейский, полицейский диалог. Цель победа, их уступки необходимы условия для нормальных отношений, быть жестким по отношению к людям и к проблемам. И такое тоже бывает очень характерно. Ну, вот Елена Борисовна сказала, зависит же от конфликта, от содержания конфликта. Да, и ты же тоже оцениваешь свою позицию, да, и позицию стороны. Если ты смотришь, то ты понимаешь, что ты в приоритете, да, то ты можешь где-то и жестче себя проявить, и добиться чего-либо. Ну, либо это очень принципиально у меня так. Если это то, что предмет конфликта для меня принципиален, то жесткий стиль. Давайте вернемся к вчерашнему кейсу «Принципиальный дизайнер». Помните, у нас Кристина и Алексей Петрович. Какую позицию выбрал Алексей Петрович? Принципиальность, да? Ну, вот так. Или жесткую? Жесткую, скорее всего, да? А Кристина? Принципиально. В принципе, тоже жесткую, да. И таким образом произошла эскалация конфликта, стали взвенчиваться, садки, обрушаться. И вот такой деструктивный вариант. А возможно ли что-то другое? Какой-то другой стиль. Мягкий, жесткий. А что-то среднее, все равно же есть. Что-то среднее, но медиация есть. Есть. Метод принципиальных переговоров. Давайте попробуем сначала основные категории этого метода рассмотреть. Четыре. Первое. Люди. За столом переговоров сидят люди, которые живые существа. Люди, а не андроиды. Они уязвимы с позиции рациональности. Иногда человек поступает вопреки собственным интересам и интересам окружающих. Мы сами себя сколько раз на этом ловим, да? Есть такая пословица. Каждый человек хотя бы пять минут в день является набитым дураком. Мудрость жизни состоит в том, чтобы не превышать этот разумный предел. Поэтому, кстати говоря, сам Ульдин Юрий сказал, во время гнева мы можем произнести такую речь, о которой будем сожалеть всю оставшуюся жизнь. Вот пример иррационального поведения людей. Интересы. Мы постоянно говорим об интересах, а не позициях. Потому что позиция – это проблема, интересы – это возможности. Объективные критерии. Правда, о чем уступать? Будем думать. Вот помните вчера, когда у нас рассматривалась медиация между принципием дизайнера и директора. В самом деле требуемая задолженность по зарплате – это много или мало, да? Вот как мы стали вникать в эти критерии, мы разобрались лучше с конфликтной ситуацией. Другой пример – это переговоры между арендатором и арендодателем. Снова возник вопрос, чем руководствоваться? Темпераментом или, может быть, силой, которыми располагают стороны, экономическим возможностям и политическим влиянием? Нет. Объективные критерии. Объективные критерии – это закон, стандарты, да? То, что средняя рыночная цена, обычаи. Пусть что такое объективные критерии? Варианты. Что имеется в виду под вариантами? Варианты – это означает перебрать как можно больше вариантов и только потом сделать выбор. Эти варианты желательно выдвигать смело, не связывая себя обязательствами, конкретно варианты исполнить. Давайте пройдем мозговый штурм. Очень сильно напоминает стадию мозгового штурма и поиска вариантов решения в одной из фазов базового метода регулирования конфликтов. Вот эти принципы позволяют, следуя этим принципам, достаточно простым, выработать метод принципиальных переговоров, о котором говорят его авторы. Участники решают проблему вместе. Цель – взаимовыгодный результат. Вот опять же, принципиальный дизайнер и директор, с другой стороны, смогут ли они договориться о продолжении трудовых отношений, которые представляют высокую ценность? Вы не согласны с тобой, Марина Валерина? Нет, они не договорятся, потому что у них в том стиле поведения, в котором они живут. В женском стиле, но вероятно, что договорятся. Если будут исходить из интересов, то возможно договорятся. Участники решают проблему вместе. Цель – взаимовыгодный результат. Отделить людей от проблемы. Хотя, это не более чем метафора. Леонард Рискин, другой коллега-медиатор, говорит, а что если как раз-таки люди есть проблемы? Проблема – сами люди. Легко сказать, отделить людей от проблемы. Как воспринимать этот тезис? Как модель. Гарвардский метод переговоров рекомендует следовать этим принципам, но как любой научный метод, он имеет свои ограничения. Вообще, если вам предлагают что-то универсальное, объясняющее теорию, объясняющее все на свете, как, например, марксизм во времена СССР, то эта теория ненаучна. Любая научная теория должна иметь границы. Она должна быть фальсифицируема. Это установил Карл Коппер. Хороший исследователь. Как проверить, правда, критерии научной теории? По возможности отделить людей от проблемы. Быть мягким по отношению к людям, но жестким по отношению к проблеме. Как это понимать? Ну, то есть, не унижать, не оскорблять, например, участия в конфликтах. Ну, то есть, они люди, понимаешь? Опять же, вот с Кристиной, то, что мы рассматривали, кейс. Жесткое требует дисциплины, соблюдение бюджета, исполнение графиков. Но если у человека возникла проблема, что не на что есть, вот это есть мягкость по отношению к людям. Продолжать переговоры независимо от степени доверия. Выходит, что переговорный процесс превращается в самоцель? Почему так? Зачем мы должны проводить переговоры, например, с людьми явно агрессивными? Или, как лучше сказать, вы сами можете привести пример. Непослушные школьные, которые снова и снова нарушают дисциплину. Зачем продолжать переговоры? Чтобы дать шанс, во-первых, продолжается воспитательный процесс. Здесь надо проявить терпение. Во-вторых, сами переговоры могут открыть новые возможности. Может произойти так называемый уникальный эпизод. Как вот Монг и Уинсленд, авторы, соавторы нарративного подхода медиации. Переосмысление произойдет ситуации. Теперь дальше. Изобретать взаимовыгодные варианты. Рассматривать варианты, затем сделать выбор. Когда на кону поставлены очень высокие ставки, это сильно ограничивает полет фантазии. Вы знаете такую передачу? Что, где, когда? Нет? Когда там стали ставить очень высокие призовые ставки, возможность поиска решения очень сильно снизилась. Если вы заметили, это просто комично было. То же самое происходит в медиации. Люди не могут буквально в столбик сложить три числа, потому что волнуются, потому что гневом охвачены. Результат независимо от личных качеств. Замечательная декларация, когда мы договариваемся как организация-организация, или как бизнес-то-бизнес, и независимо от личной симпатии-антипатии. Это основные принципы, мы постараемся их на практике воплотить. На самом деле гарварский метод принципиальных переговоров, забегая вперед, не стоит на месте, а развивается дальше. И здесь, спустя 30 лет после того, как он был открыт создателями, Уильям Юрий снова выступал на канале TED, имеются его записи. И как раз в начале сегодняшнего занятия я вам включил воспроизведение. Называется эта запись от пункта «Нет» к пункту «Да» по стопам Авраама. Он предпринял такую гуманитарную миссию, прошел по пути, по которому библейский Авраам шествовал, вводя свой народ Израильев из пустыни. И оказалось, что плечом к плечу разные народы очень легко смогут договариваться. Ведь Ближний Восток – это очень конфликтная зона. Много вспыхивает непонимания, огонь. Но вот эта акция, которую он предпринял, он сделал свой вклад в мирные инициативы. Так вот, одновременно Уильям Юрий рассказал о третьей стороне в споре. Третью сторону мы воспринимаем как тонкую прослойку в лице медиатора, например. Очень часто можно увидеть символический рисунок, как медиатор, противополствующий со стороны, вот так вот разнимает. Это неправильная интерпретация. Правильная интерпретация третья сторона охватывает противополствующие стороны. Что понимать под третьей стороной? Это мы сами, как он говорит, Уильям Юрий. Это общество, обычаи, ментальность, социальные нормы. Это я добавляю от себя. Он в оригинале просто говорит, третья сторона – это мы. И все. Но на самом деле, вот эти социальные установки играют более важную роль, чем законы. Законы юридические, я имею в виду. Законы юридические в нашей стране нарушаются часто. Кто же у нас скепсисы подвергал? Не были, Марина Валерьевна, вчера, да? Да. Что, дескать, вот мы сейчас договоримся, а какая цена этих договоренностей? Такой скепсис и у меня был, я хочу признаться, еще несколько лет назад. Но когда я поговорил с опытным социологом, Надеждой Валерьевной, она мне сказала, зато социальные законы соблюдаются. Я задумался, ведь это правильно. Социальные законы, много примеров, мода. Кто из вас не посмотрелся сегодня в зеркало, когда собирался сюда? Нет таких, правильно? Мода бесконформисна. Вот как себя вести, внешний вид, обычаи и так далее. Человек пойдет на многое. На преступление может пойти, голодать может. Но вот эти социальные нормы он будет соблюдать. В зависимости от того, насколько они жесткие. Понимаете, да? Вот вам пример. Социальные законы работают. И когда мы решаем конфликтную ситуацию, надо стараться не замыкаться только на экономической или юридической плоскости. Исходите прежде всего из социальных норм. Если юридические законы неэффективно работают, старайтесь искать решения на уровне здравосмысла. И на уровне того, спрогнозировать поведение человека, что в его представлении хорошо, что плохо. Я вам приведу пример. Долг чести, да? Карточный долг. Почему человек может украсть чужой портсигар, заложить его, но заплатить карточный долг? Опять социальные нормы. И так Уильям Юрий подчеркивает. Вот это общество, обычаи, ментальность, социальные нормы определяет многое. И давайте теперь снова мы вернемся к имитационным сессиям. Постараемся урегулировать спор ближе уже к теме межличных отношений. Девушка, упавшая со скалодрома. У нас есть такой кейс. Помогите ее найти. Спасибо. 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 Спасибо.